вот этот спрашивает привет как дела и самара горит как дела давай расскажу как дела скачем мы главное вчера не позавчера с юной по полю по чистому все нормально все отлично я на коне она коне мы скачем и вдруг я чувствую удар жесткий удар в грудак а это в мою самарайскую броню прилетела тяжелая стрела от чего меня выбивает из седла я падаю на спину причем падая очень неудачно так что не могу вдохнуть все звуки меркнут я слышу только не могу вздохнуть просто вообще никак пока пытаюсь очухаться вижу как юна стреляет ту сторону откуда прилетела стрела и тут же в это мгновение из высокой травы вылазит двухметровый 200 килограммовый монгол в броне с которой он вместе еще и 230 килограмм наверное весит и со всей дури влетает в ее коня дурь такая мощная что конь падает замертво приваливая даже юну юна не может выбраться я валяюсь на траве просто нихера не получается вдохнуть монгол сам от этого мощного удара отлетает падает на жопу пока он встает я более менее что-то там очухиваюсь хватаюсь за меч но все еще не очень воин пытаюсь что-то как-то прийти в себя чтобы сразиться с этим монголом который уже буквально несется на меня не получается собраться блин еле-еле начинаю отдышать только и тут вижу как юна стреляет этому монголу в него стрелять но не попадает просто промахивается он уворачивается она пытается вы вырваться из-за под коня ничего не выходит он подбегает к ней лупашит ее ногой буквально в груди ну а чего она упускает лук лук валяется рядом она до него достать не может из коня из-под коня выбраться тоже не может монгол несется на меня просто со своим здоровенным молотком который просто один удар и труппак замахивается раз я увернулся замахивается 2 я увернулся замахивается 3 я увернулся и успел нанести удар но промахнулся по монголу попал под ревку его здоровенной булавы этой здоровенного молота меч спорснул и я ему тупо отсек 4 пальца на руке которая он держал этот молоток на правой монгол стервенеет боли нет потому что адреналин зашкаливает мы оба в ахере но он быстрее приходит себя и просто 2 кровавленной своей культяпкой херак и кровью в глаза мне я нихера не вижу просто охреневаю от того что сейчас он навалится и просто завалит меня мы пытаюсь что-то как-то там мечом и вытереть глаза в этот момент ничего не понимаю что происходит это секунда делу но у меня проносится вся жизнь во время этого говна чё-то как-то вытер и замечаю что юна дотянулась до лука и стрельнула еще раз в этого монгола причем попала как-то очень специфически что просто сбила ему завязки которые держали броню причем броню в районе паха и все и это все что он сделал и только немножечко его остановила на секунду все стрел нет ничего у нее больше нет ни хрена надежды ни на кого нету я немножко вытер кровь с глаз понимаю что сейчас будет мочилова жесткая он достал кинжал какой-то здоровенный из-за по из-за пояса кинжал такой как у меня меч и с этим кинжалом придет на меня я уклоняюсь от его атаки и наношу удар но удар приходится по ногам прямо в том месте где броня но паху то брони нет а меч проносится по ноге спорснул а там в паху и мы все слышим просто звук такой глухой все понимают что произошло но монголу не больно адреналин тут он стервенеет у него просто пена изо рта валит он всей своей туши 200 килограммовый набрасывается на меня мы падаем я пытаюсь удержать его кинжал руку с кинжалом чтобы он не проткнул мне горло но я понимаю что не вывожу потому что 200 килограмм а я уже полтора года в качалка не ходил потому что вот с тех пор как монголы налетели я знаю что если выйду из дома в качалку то там стопудово заберут сразу в рабство и поэтому качалку не ходил я понимаю я вы не выдерживаю просто я уже не выдерживаю и она я уже вижу как этот кинжал просто буквально проходит почти почти горлу и тут в это мгновение перед глазами на расстоянии одного сантиметра пролетает клинок просто лезвие клинка сверкнула прямо отрубив монголу башку настолько близко к моим глазам что вот видишь рубец это от тех пор вот именно вот она по я в ахере монгол заливает меня кровью то его туша навалилась я сам просто в ахере кинжал воткнулся в землю рядом здесь торчит я не могу его даже с тебя снять и просто заливает кровяка мы просто все в ахере юноч стоит она еще чуть ли не плачет ни хрена не понимает что творится я чувствую себя как керри из романа стивена кинга одноименного просто весь кровяки кое-как с помощью юный пытаюсь отвалить это тело немножко выползая из-под него и тупо вот так вот валяюсь и смотрю в небо а это утро белый день но кровяка так залила лицо что это у меня красное все тупо красный рассвет я лежу вот так вот и охреневаю просто аюна рядом сидит и такая да 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 и кивает просто кивает все так и было а вот этот который спросил как дела жгучий брюнет буквально за вот эти вот несколько минут постарел лет на 70 и прямо в режиме реального времени сидит не просто сидит у него он сидит и волосы выпадают на лету и вот выпавшие волосы сидеют еще и у просто в падении ну а самурая тряхивается встает не бери в голову это в общем обычный четверг разворачивается и уходит а этот хватается за сердце и падает замертво а самурай думает а как же теперь следующему который спросит как дела объяснить как дела чтобы он при этом ни охренел и не сдох от этого вот так вот ты смотришь перпетус play меня зовут саша играем в призрак сусимыча призрак сусимыча вот он сусимыч вот он призрак тень но это у нас так просто легенда легенда на деле просто конь просто самурай мы отправимся сейчас в битву потому что лошадки уже не терпится но сперва посмотрим куда там птичка заведет потому что она осталась это здорово здорово что она осталась вот респект всем за лайки кто их ставит конечно же и за всяческую поддержку другую репосты комментарии вот приятного тебе аппетита сегодня быть может прозвучит последняя таката но это вряд ли пока то прозвучит и наверное не один раз но вряд ли последняя из ты понимаешь о чем я говорю хотелось бы перед тем как отправиться в бой поднять одну тему настолько хотелось бы что аж под нему ни для кого не секрет что такое эффект даннинга крюгера за последние несколько лет весь youtube весь тик ток прям все что только можно прожужжало все мозги этим эффектом но это когда умненькие знают что они ничего не знают и поэтому очень часто бездействует а те кто не настолько умненький не знает и этого и поэтому он вообще не бездействует хотя надо было бы частенько вот но что в чем фишка чаще всего рассказывают теорию не говорят а как эта сука на практике выглядит а вот именно на практике это самая интересная фишка если давно смотришь канал ты знаешь что я очень часто почти всегда прошу написать интересный осмысленный комментарий что из этого выходит из этого выходит что огромная часть людей которые реально способны написать интересный осмысленный комментарий на базе которого можно будет сделать что-то интересное в следующей серии что было интересно прямо этому человеку таранами это напишет они задаются вопросом а а кли интересен мой комментарий кому-то кроме меня а много ли в нем смысла и теряясь в этих догадках человек что делает правильно не пишет вообще ничего но вот те ребята которые изначально думали написать что-то из области привет как дела ну или что-то еще очень такое ценное они даже не на секунду не задумываются о том что это может быть не интересно может быть не осмысленно и что в сухом остатке а в сухом остатке получается что действительно интересных осмысленных комментариев их становится меньше а вот комментарии в области привет как дела меньше не становится наоборот соотношении их даже становится больше это просто охренительно знаешь а так выпьем же за то чтобы всем ребятам которые способны мыслить хватало уверенности в себе и в своих силах во всех начинаниях а те ребята которые и так пишут интересные комментарии и осмысленные чтобы не избавляли пыл а те ребята которые перепишут привет как дела рано или поздно а думали что ли ну мечты фантазии с быча мечт идем посмотрим куда она там заведет это птичка зато или повязочкой которая тут где-то у нас должна быть что-то мне не нравится как ты себя ведешь лампа да и надо туда как-то залезть сейчас разберемся как если так понимаю именно об этом писали комментариях и надо что-то сейчас придумать заточить оружие о или а даже так хорошо а может и нет а может с той стороны именно с нее а не так то и просто залезть туда наверх хотя нет молодец молодец ползи не падай и на самый верх или по желобу пойти он туда интересно интересно тут еще что-то такое хорошее давай пожалую попробуем с лисами все проще заглушаем водопад и пытаемся сосредоточиться чтобы понять ничего не понимаем включаем обратно водопад и продолжаем творить херню эта игра эта игра здесь нужно творить херню если ты в игре не творишь херню то где же ты и творишь то получается херню творишь в реальной жизни давай свою руку туда и доставая оттуда повязку и все вот вывеска должна была быть не знаю не знаю пички не имется может под водопад а может быть внутри господин нужен оружейник господин нужен оружейник а что выстрелить у нее что ли может быть ну давай не будем сжигать кузнецу на этот раз капать а он же не хотел давай попробуем по напористей он не хотел дело в том что заточить оружие заползать туда на конек заползает а в дырочку не прыгает ну давай нет пожалуйста мраич самурай самурайич а так надо а я понял нет 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 молодец лисы так мозги не трахает такие повязки с гордостью носят работники знаменитой кузни в камацу нет 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 таких повязках знаменитой кузни каме камазу камаза делают так а так а так а так а так а так так ладно а что мне начать вам меч господин наточить мне меч нет что моментом для лазания пока работаю нужно время кузница открыта сколько стоит вообще прошу прощения но этого не хватит для работы господин одной железяки да побойся бога как не хватит а ну наскребите мне одну я же людей тут спасал до встречи а это очень надо потому что я тебе скажу вот прокачка это замечательно это это реально классно шик вот все отлично но без апгрейда меча ни хрена не будет а ведь где-то здесь есть металл я же здесь не все залутал теперь наш а потом всей японии не представляю это здесь должен быть металл может быть даже тяжелый без вас мы бы уже были мертвы железо есть их винасти там кто-то храпит это же кузница ребята будьте людьми а о нет ну что уходить отсюда ни с чем нужно быть осторожными куда бы я ни шла везде слышу что самурай идет искать мой металл сука тварь железо украдет тот самый тот кто выжил тот самый тот кто пытается украсть у меня мой металл да ты это хотел сказать нет может быть я конечно и все здесь собрал я бегал здесь хаотично но судя по всему не настолько некачественно как мне казалось потому что ни капли металла хоть бы одну железячку тики серьезно ты еще раз что-то нашла мне здесь а ох умеешь ты в принципе это рабочая схема пойти за птичкой и господин как прошла ваша охота и случайно найти металл потому что металл прячется когда ты ищешь чисто его бежишь конкретно за ним а когда ты просто так бегаешь что металл не думает что ты его сейчас украдешь и все и он не прячется это я придумал это японская народная мудрость металлическая я иду за птичкой металл не прячься это кстати да это кстати да я все еще за птичкой иду лишь записка перестала прятаться для генза кузника мацу никогда не думал что кузня может умолкнуть просыпался под ее лязг и звон каждый день с самого детства таков был порядок так было спокойно теперь я не могу спать не сомкну глаз пока не затихнут крики и рев боевых труп пока не вернется лязг кузни блин а в этом что то есть в этом что то есть последнее время как-то тяжко спится господин когда дрель не работает вот что что ты мне можешь сказать свое оправдание где металл а где ты на нем сидишь я знаю что мое имя ген хо я пытаюсь воодушевить людей значит у нас одна цель я хочу напомнить людям о наших защитниках о тех кто пал у комоды но слов недостаточно знамена самурайских кланов это символы великих воинов которые отдали за нас жизнь напоминание почему мы не должны сдаваться монголам я рад что вы нашли еще приду когда наберу сотню в смысле ломался я же говорю мне нужен меч нормальный ломался да давай сейчас зеленый меч против зеленого бамбука это именно тот меч который используется ты чего мне нужен красный я забыл что красными чем рубится зеленый бабу подбил переделать теперь деда блин да как уж почему может тороплюсь не знаю может тороплюсь как не торопиться как тут не торопиться когда на торопиться это не клеится совсем вот на четверке срезается и все он тороплю сильно да видимо видимо торопился чуть 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 помедленнее д.д. да очень мне нужен был твой д.д. здесь эти серьезно скажу да 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 еще не дошли да подождет а сейчас ты по моему торопишься я сейчас не успеваю да д.д. ох блин на пальцы просмеет он не те пальцы нити сегодня надел мне давай старыми старыми пальцами был херачить а блин чуть-чуть чуть-чуть я знал я нашла не получится но вечно ты меня подводишь да блин же нужен д.д. вот это вот осталось до последняя мать его д.д. и вот туда блин эти д.д. д. 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 и чего реально красный меч нужен так нету я сделать пытаюсь все для этого но нет если я да не работает они это все сразу не то уже они вообще работают или нет д.д. д. 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 а это было сложное ну да я теперь еще их пять штук на соврать замечательно мы правильно а дальше будет по 9 что ли где же вы металл могли от меня попрятать но один кусочек наверно другой части деревни может быть интересно почему рез нам не тоже интересно а дальше за булыжники короче надо идти да ладно по заданию сожалению придется уйти отсюда без обновок или прокачать то броню чуть капельку хорошо хоть с снегом проблемы такие дикие ушли хотя ну как я прокачаю меч и опять вернуться проблемы кузнец дохрена металла не допросишься да я его даже купить готов ребята обменяю снега 100 килограмм на 1 килограмм металла мне кажется это нормальный ценник хотя чем ты спас то спас они все равно не изменились как были черствые ублюдки так и остались не хочу снега зимой не допросишься смешно что стали набрал больше чем надо раза в два чем железяк обычных или может быть я его не замечаю я привык обращать внимание на сверкание трех руков со снегом на металл уже тоже светится отдал дишь хреновину то свое на 5 сек я сейчас я пойду обменяю господин сакай кожу я уже думал твою бред снимать вот она лицемерие плане улыбаются а металла хер допросишься брат где металл спеши покинуть кузню камацу захватчики запада сжигает все на своем пути тех кто им бесполезен убивает сразу искусных же мастеров уводят в рабство они придут и за тобой ты умеешь работать с металлом и камнем и прятать его сука умеешь а это значит что ты тварь такая у тебя они заберут непонятно если сумеешь поспеши в замок канада говорят он еще в руках дзита я перевезу туда семью и весь металл как только смогу первая встреча их тут хорошо потрепали я слышала что многих кузнецов освободили из монгольского плена значит они скоро вернутся сюда те кого освободили уже здесь если их здесь нет то не освободили ребят я уже был готов в пике разобрать на металл нету ну просто нету ладно а что у нас дальше там по твоей линии по твоей части хотя чё это я зачем-то и сложности до ходить к что ли к броннику вдруг там по божеским ценам а где он бронник то это я его видел там мне кажется они меня троллят они просто подкладывают все что угодно но только кроме металла они пытаются свести самурая с ума это вообще муляж указ со снегом работа и значит и с моими моя забота доспехи тадо йори по-божески увеличивать скорость использования новой стрелы перезарядки это вас защитит тоже неплохо увеличит скорость использования стрелы и перезарядки и при этом увеличивает общее время концентрации на 2 секунды хорошо шляпа тадо йори отличная эту шляпу носил тадо йори легендарный стрелок и спаситель бухты от зама чутка фиолетовая либо синенькая пусть будет а что он дает эту шляпу носил и все в принципе прикольно держаться за за эту шляпу можно схватить оторвать голову вместе с ней если он слишком крепко привязал вот но почему бы нет почему бы нет вот и какой солома конечно зачем на ногах возможно чтобы проще его было поджечь вашим врагам не позавидуешь да но следующий уровень мы уже не сделаем пока что потому что я все-таки не хочу тратить весь снег на доспехи до свидания до свидания блин ребят ну пожалуйста я к вашим услугам господин я к вашим услугам не надо нашим услугам никаких яков металла дайте а понятно все в общем не любите вы меня здесь я это понял такс но 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 что там за странный символ такой это я уже много хочу что я тебе знамя я же никаких новых знамен все валим отсюда это пропитая место здесь все плохо так а что хочешь ты мастер луков удар наверное 100 килограмм наверняка кровь на траве поломенные шляпы наемники и среди них немало всякого сброда но их помощь нужна мне чтобы спасти господина симуру надо найти их и попытаться предложить работу народ говорит что они выслеживают монголов на пастбищах киси не подожди а что продолжение кузнеца нету сейчас подзам есть люди которые хотят сражаться с монголами но они не смрай и подвергают себя большой опасности я должен их найти и завалить наверное юноч а я думал ты как-то возьмешь за это дело нет ну давай тогда тебя добьем два километра чтобы я добить тут много чего не сделано в округе поэтому можно что-то такое у нас два новых декоративных предмет нам их потом заберем да ну перестань вот они тут переборщили со скоростью отдаления конечно очень жестко давай сразу к тебе и начнем с тебя надо все-таки поорудовать сегодня еще и меча кай нужно найти монаха который управляет лагерем возможно он сумеет прочесть карту что я добыл нужно господин саковин и я так рад видеть вас кстати я чуть не погиб правда что случилось я играл самурай увлекся зашел далеко в лес и не заметил как стемнело на меня потом будут играть самураев и монгола не могу господин не нужно ли на землю и свернулся калачиком я бы то же самое сделал это точно а что потом я услышал рев медведя смотрю на него напал молодой самурай он убил медведя и отнес меня домой на руках он и у комоды был хороший человек будет ему награда в следующей жизни не будьте таким трусом я бы прокрался на берег собрал все что можно продать купил лодку и плывать ну раз такая прошла пьянка давайте я тоже байку расскажу вот представь кто-то из них не подумав ляпнул привет как дела понятное дело когда так такое говорят не рассчитывают услышать реально как дела на что так вот представь что вот этот вот на картышах сидящий или даже нет вот этот спрашивает привет как дела и самара горит как дела давай расскажу как дела скачем мы главное вчера не позавчера с юной по полю по чистому все нормально все отлично я на не она на коне мы скачем и вдруг я чувствую удар жесткий удар в грудак а это в мою самурайскую броню прилетела тяжелая стрела от чего меня выбивает из седла я падаю на спину причем падая очень неудачно так что не могу вдохнуть все звуки меркнут я слышу только не могу вздохнуть просто вообще никак пока пытаюсь очухаться вижу как юна стреляет ту сторону откуда прилетела стрела и тут же в это мгновение из высокой травы вылазит двухметровый 200 килограммовый монгол в броне с которой он вместе еще и 230 килограмм наверное весит и со всей дури влетает в ее коня дурь такая мощная что конь падает замертво приваливая даже юну юна не может выбраться я валяюсь на траве просто ни хера не получается вдохнуть монгол сам от этого мощного удара отлетает падает на жопу пока он встает я более-менее что-то там очухиваюсь хватаюсь за меч но все еще не очень воин пытаюсь что-то как-то прийти в себя чтобы сразиться с этим монголом который уже буквально несется на меня не получается собраться блин еле-еле начинаю от дышать только и тут вижу как юна стреляет этому монголу в него стрелять но не попадает просто промахивается он уворачивается а она пытается вы вырваться из-за под коня ничего не выходит он подбегает к ней лупашит ее ногой буквально в груди ну а чего но упускает лук лук валяется рядом она до него достать не может из-под коня выбраться тоже не может монгол несется на меня просто со своим здоровенным молотком который просто один удар и трупак замахивается раз я увернулся замахивается 2 я увернулся замахивается 3 я увернулся и успел нанести удар но промахнулся по монголу попал под ревку его здоровенной булавы этой до здоровенного молота меч спорснул и я ему тупо отсек четыре пальца на руке которая он держал этот молоток на правой монгол стервенеет боли нет потому что адреналин зашкаливает мы оба в ахере но он быстрее приходит себя и просто этой кровавленной свой культяпкой херак и кровью в глаза мне я ни хера не вижу просто охреневаю от того что сейчас на навалится и просто завалит меня мы пытаясь что-то как-то там мечом и вытереть глаза в этот момент ничего не понимаю что происходит это секунда дела но у меня проносится вся жизнь во время этого говна что-то как-то вытер и замечаю что юна дотянулась до лука и стрельнула еще раз в этого монгола причем попала как-то очень специфически что просто сбила ему завязки которые держали броню причем броню в районе паха и все и это все что она делала и только немножечко его остановила на секунду все стрел нет ничего у нее больше нет ни хрена надежды ни на кого нету я немножко вытер кровь с глаз понимаю что сейчас будет мочилова жесткая он достал кинжал какой-то и здоровенный из-за по из-за пояса пинжал такой как у меня меч и с этим кинжалом придет на меня я уклоняюсь этого атаки и наношу удар но приходится по ногам прямо в том месте где броня паху то брони нет а меч проносится по ноге спорснул а там в паху и мы все слышим просто звук такой глухой все понимают что произошло но монголу не больно адреналин тут он стервенеет у него просто пена изо рта валит он всей своей туши 200 килограммовый набрасывается на меня мы падаем я пытаюсь удержать его кинжал руку с кинжалом чтобы он не проткнул мне горло но я понимаю что не вывожу потому что 200 килограмм а я уже полтора года в качалку не ходил потому что вот с тех пор как монголы налетели я знаю что если выйду из дома в качалку то там стопудово заберут сразу в рабство и поэтому качалку не ходил я понимаю я вы не выдерживаю просто я уже не выдерживаю и а значит я уже вижу как это кинжал просто буквально проходит почти почти горлу и тут в это мгновение перед глазами на расстоянии одного сантиметра пролетает клинок просто лезвие клинка сверкнула прямо отрубив монголу башку настолько близко к моим глазам что вот видишь рубец это от тех пор вот именно вот она по я в ахере монгол заливает меня кровью то его туша навалилась я сам просто в ахере кинжал воткнулся в землю рядом здесь торчит я не могу его даже себя снять и просто заливает кровяка мы просто все в ахере юноч стоит она очень чуть ли не плачет ни хрена не понимает что творится я чувствую себя как керри из романа стивена кинга одноименного просто весь кровяки кое-как с их помощью юны пытаюсь отвалить это тело немножко выползая из-под него и тупо вот так вот валяюсь и смотрю в небо а это утро белый день но кровяка так залила лицо что это у меня красное все тупо красный рассвет я лежу вот так вот и охреневаю просто а юна рядом сидит и такая да 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 и кивает просто кивает все так и было а вот этот который спросил как дела жгучий брюнет буквально за вот эти вот несколько минут постарел лет на 70 и прямо в режиме реального времени сидит не просто сидит у него он сидит и волосы выпадают на лету и вот выпавшие волосы сидеют еще и у просто в падении ну а самурая тряхивается встает но не бери в голову это в общем обычный четверг разворачивается и уходит а этот хватается за сердце и падает замертво а самурай думает а как же теперь следующему который спросит как дела объяснить как дела чтобы он при этом не охренел и не сдох от этого вот я же говорю они не готовы на самом деле услышать как дела на самом деле вот вот такая история история сюжет бы какой написать что для этого сына джонси должен был догадаться что ты здесь чем могу служить господин хорошо знаешь округу я организовал эти лагеря эта карта тебе знакома мы даем такие чем кто развозит еду на телегах тут отмечены лагеря чтобы никого не обделить это что кровь посмотри здесь только ваши лагеря я слышал что в ариаке наши люди убивают друг друга предатели губят невинных людей в клане о дате погибли женщины и дети помоги нам найти убийц на этой карте отмечен моя коряка там у нас лагеря нет люди говорят там засели разбойники не разбойники гораздо хуже прибыла госпожа масакова думаю она захочет говорить с вами конечно с таким-то красавцем угодно поговорить хочет металл есть металл металл из металла ты узнал я узнал что оказывается от меня прячут металл представляешь сам шоке там ты колчан или мешок короче попрятали весь металл прикинь старосты деревни кута может быть на маяке клана дате построил это для ариак у предателя нет стыда сюда защищает мы не сумеем подойти незаметно пусть дадим предателю время чтобы он успел ощутить страх перед грядущим идем песни хрустика на трассе пусть не лежит на сердце хрусть хрусть пусть на сердце не лежит управляемся и на коне я на коне тоже почему сада у вас предал я обвинила его в краже риса в том что он ради денег обрекает людей на голод вы думаете в куте не хватало риса из-за него я не смогла ничего доказать риса конечно это было настоящее бедствие я знала что он что-то скрывает мерзавцы хорошо скрывают свою матуру просто хотел стать с левой стороны дороги снаружи охрана трус прячется на самом верху я пришла за твоей головой но не дура а что есть самурай ну давай хорошо а самурай-то на готове на готове самурай а масяка что там у нас давай без я опять обычный голожопый но уже делает удар ребята давайте не будем да вот так вот куда он делся вставай давай ты не станешь я твоих парней расстреляю захочешь а вот был бы у меня проапгрейдерный мячик да блин что это такое нет госпожа масса к твою-то мать сада я пришла за твоей головой ну и дура пока лучника где крик лучник и сразу начинается мочила в ножку да вот я уже их порубил буквально всех ты порезанные ладно давай так нет рано нельзя сдаваться все как фары да и самурай пробегает может это он может быть проверьте ребят проверьте ой проверьте ребята раньше я забыл все что я прокачал себе эту фишку поизвини наверное нехорошо в писем да но в спину наверное еще круче и в ногу ну ладно хорошо а куда делась масса кота она там все это время было а дает а а где мой длинный лук вот тут ползет вообще кто тут давай давай ну карен ползучий кто такой стрел нету да ребята конечно не металла не стрел нам нужен металлострел убили хину и моего брата они мертвы из-за тебя вы должны были погибнуть со своей семьей увы и не погибла весь орудовало какой-то чудовище или хуже масса к вы убили садов что не взял я же нажал уже масса к он помог убить всех кого я любила и ради чего чтобы утолить свою жалкую ненависть когда самурай проиграли битва я хотел умереть с ними я бросился в бой знаю что обречен так было проще суицидный как ты живешь нормально я помню что нужно защитить живых людей убиваю и отомстить за мертвых их сильной болезнью более в порядке сада убит те кто его нанял узнают что я жива и и иду за ними они испугаются совершат ошибку будьте осторожны масок или подготовиться и убьют тебя тоже теперь ты тоже мишень бирты тоже миша есть мы найдем всех остальных предателей но японский спасти моего дядю я буду жалю тебя в селении при замке канеда теперь мы в 7 и 6 где стрелы зин а понятно кстати да оберег сверх епости поселение урона ближнем бою сред в общем в среду увеличивают урон ближнем бою но сегодня четверг ты чё по четверг форник среда блин вообще-то я хотел там побегать вокруг сюда зашел а вот спарирование со спарированием например парирование отбрасывание стрел а тут получение среднего количества очков решимости проведя парирование или идеально вот это вот мне надо вот это мне надо значит мне нужно а это все прям любые огненную тоже а когда что такое парируйте неблокируемую атаку копий психологически надо еще запомнить что но сначала вот это дело вот а чё такое контратаки с идеальным парированием с 20 процентной вероятностью устрашают ближайших врагов ну прикольно конечно но столкновение набегу а это что такое отложенная быстро так которая наносит дополнительный урон в ближнем бою и урон ошламлением удерживайте левую кнопку чтобы войти в стойку отпустите чтобы нанести удар интересно нанесите удар в прыжке из седла чтобы сбить врага с ног и нанести ему это крайне редко применимая фигня уклонитесь в последний момент чтобы провести смертельно контратаку суки вы хитрые надо все это прокачать до чтобы это сделать естественно а вот интересно него самое пламя надо завершать так давай теперь стойки как-то чаще всего я использую эту стойку увеличить урон ошеломлением который получает мечник от всех атак проведенных из стойки камня а это три пронзающих удара интересно не то чтобы сильно проведите сильные атаки из стойки камня с устрашающей скоростью вот это вот интереснее честно говоря но у нас есть еще и вот эта штука восстанавливает концентрацию на 15 процентов быстрее да там после вашего успеха в противоборстве два противника боятся броситься на вас открывшись для смертельного удара два очка вот это уже пора сделать потому что мы часто тратим жизнь ладно давай вот этом и он и выходит из падения в перекат и вот это да вот так пока что лишь не так и много здесь очков у меня было но вот с парированием теперь должно быть как минимум получше с решимостью ну мне больше нравится белые красно-белые эти в другой раскраски как будет нет это интереснее это интересно но пока что стрелком до пока что стрелком новый дар это здорово толку с него когда нету железо металла металлоломая лежит что там было железо или металл то действительно железо лом вот он моя от рада давай секундочку а может быть металл здесь а нет с металлом у нас жесткие напряги а что вернулась на исходную что ли да ну хорошо давай все все больше не ухожу никуда не переживай но вдруг был бы металл не боится так под ногами у коня бегать элементарно сука это пипец элементарно задавить можно он собой всегда носит здоровенную статую лисы до вторую дополнительно а где где лисичка через раз да хорошо это тоже очень 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 полезно очень очень полезно так вот еще одно не исследованное место все выключайся я пошутил где-то там на краю скалы и к нему ведет птица да значит это источник ух тлеющих углей слушай а ведь синей рукояткой а ведь синий такой вот рукояткой как раз подходит под доспехи а ну-ка давай глянем луж выбивается конечно это чернота но возможно это показывает черноту души самурая есть еще надежда но душа то уже черная интересно интересно хорошо я же говорю здесь много таких мест на самом деле а здесь у нас замок канеда да ну да ну да ну да замок канеда значит отправимся мы вот сюда цена соки отсюда отсюда туда печально конечно это эти гребаные отключения так повлияли на нее раньше то все было нормально ничем с ней не случилось если мне это ну ладно смотрим возможно в следующий раз освещение будет совсем другим не хотелось бы на кто знает куры чит перекат лём перекат перекат еще работает четко очень удобно не нужно искать какие-то пути обходные и птичка улетела а я что здесь кого-то спас и не забрал до бог птичка что ты на этот раз скажешь будет у нас баня под дождем и не грамм этого я бы хотел может колокольчики уже начать на металл как-то плавить я понимаю что мало но у нас безысходность толкает нас на такие шаги такое ощущение что у меня прямо гроза здесь на самом деле ничего подобного не ну в принципе их мало обломков металла частей металла и они зачастую в лагерях но там то тоже были кузнецы были были правда давай что там у тебя все в порядке не желаете ли выпить со мной чаю чай разве не здесь готовит лучшие саке в адзама пожалуйста сюда и потемнело в глазах представляешь вот это саке а нужно вообще-то не такое крепкое ну так как винишко как хогорчик ну может чуть покрепче это что за саке ты на бульбенила ему а очень ты рада увидеть вдруг где-то там монголов видео здесь были выпили все запасы у них есть вкус саке кие гордость сусимы да уж обычно они пьют конскую мочу это кобыли молоко а есть разница когда они вернутся скоро ни хрена себе с монголами я разберусь молоко кобылия у нее же конская моча ни хрена себе вы хорошо живете ребята твою-то мать интересно как ты тканину назовешь вообще эти места для засады полнское говно спрячьтесь где-нибудь и сидите тихо наш друг выбит из монголов более выгодные нам условия все дерьмо выбьет я надеюсь надо устроить где-то засаду есть предложение предлагаю на крыше дома нет у тебя другие мысли вон там и это ты засады называешь да пока бы они залезли на эту крышу я бы половину перестрелял а что у меня по стрелам ну нормально давай засаживай на десяток монголов хватит прошло три года монгольский за это время так и не был выучен мы будем по самурайски стрелять в спину еще идут отлично а зашибись вот так надо стрелять козлин порога еще мало же а где он а вот он как он такой ребят потом по стрелам у нас стрелы есть жизнь тоже есть найсово постреляли ребятки еще надо да нет превосходно господин подождите а куда это на меня тут зовет на зеленые источники страшные не может так бросать ребят ну ладно я быстро сейчас она вернемся главное запомнить где она была ну да она мне забыть не даст вы за зеленое свечение здесь везде монгольская монгольская пламя называется ошу мы давно не мыли это правда тропу надо мыть а то еще встретиться этот лысый монах скажет эсэш самурай жопа помой и в получается даже уже убивать не так приятно будет потому что убивать его с помытой жопой как то будет приятнее по жопа то уже мы то все а так это что же получается правом sake candy или следующая весна давай последующая весна осенью думать про весна вишни цветут не могу дождаться весны вот вишни цветут орехи пухнут но потому что самурая нету дома сердце скажем так очень удобно слушай очень удобно уже в этой шляпе он по-моему быстрее бегает потому что он этим клином рассекает воздух бег просто становится бомбич превосходно господин так чтобы они не думали что он очень меня ждутся своих и придут опять слегка не адеквате сможете пить столько сака и сколько пожелаете за счет заведения боюсь вам придется уехать боюсь у вас не хватит саке у храма в ряки многие нашли там убежище спасибо господин пожалуйста цена саке саке сак да блин могли бы дожать ребята легенда все-таки самурая решимости до 15 процентов дубль такой себе дубель дубель ну ладно ребят с вами неплохо так но пора мне лутать следующую деревню а вдруг металл а вдруг просто есть же такая вероятность она невелика но есть мы концу этой серии наберем таки одну единицу металла одну кому легко кому легко и не говори а я вообще без металла бегаю может быть самурай в душе металлист ему без металла никак нельзя немножко еще любит пошутить господин пришли помочь союза от зама нет я пришел порубить вам бамбук и украсть ваш металл но так как металла нет если только бомби бомбить румбук как вам такое это посмотри они они издеваются просто это это просто какой-то форменное издевательство мне нужно найти монгольский лагерь иначе никакого металла я так понимаю все только там а мы же здесь румбили бомбук а чё же нам не отмечалось здесь вот подставал только что а зачем же второй раз то у ребят так вы осмотрю роли то умеете и что должен помнить бамбук да секундочку одну минуточку может быть вы металл на втором этаже прячьте вместе с не они явно подкладывают нашим этот были я это бы забрал в но сожалению вместе господин вы пришли помочь союза от зама то снегом они не кладут не знают этого крестьяне и рыбаки собрались вместе чтобы бороться с монголами я приехала и зарядки чтобы обучать их я восхищенных отвагой и как идет обучение они должны были прийти сюда несколько часов назад я с крыло их искать я с тобой тамурай это что решил яйца пригреть себя как только я сказал про то что пухнут орехи не надо так а сколько нам херачить где расположились их предводители они знают где лагерь основных сил в детстве я мечтала стать самураем и вот теперь оказалась рядом с настоящим но ты умеешь сражаться ездить верхом стал самурайкой было на побережье и на нее постоянно нападали пираты или самурайшин совсем юный они убили моих родителей я сам раньше это все на еще гейша надеюсь умение приобретенные в невзгодах а совместитель на пользу людям ты не отличаешься от самура впереди пожар дон горит от самура и отличающий а я видел этот дом ребят стрел немного поэтому придется рубиться в объем вот так вот не ожидал вот так вот вот только она хорошо ладно ты руби его я пойду а что так мало еще пачку пожалуйста еще партийку манголятин и свежий это те с кем я должна была встретиться ван сек просто я я пашу реку буквально одна нога нога там 2 нуга здесь для надеяться чтобы здесь появился металл до шкуры снег это может быть металл не стоит ей наверное говорит что этот дом уже залутал да и и срал на то что он тут горит и все такое ей будет спокойнее спаться наверное хотя с кем я должна была встретиться я помню еще с первого раза запомнил понять если монголы нашли их то могли найти основные силы я пришла слишком поздно предупредим остальных слышишь похоже они нашли главный отряд мы должны им помочь господин скорее стой должна трагическая музыка играть такая жесткая клёсткая чтобы по нервам просто лопашило мы опоздали я он сам инициировал соскок всех нам не спасти тогда я отомщу за мертвых самурай не бросается в бой с горяча стой что ты лепишь сколько раз он бросался в бой с горяча ну то есть я ну то есть ты ну ты понял да ну а я по самурайски пожалуй орёт а как а если не убьет нам то по идее могут я там у тебя это было хорошо хорошо ребят я помогу ей как помогу ей порежу вас в спину а вы хотели ножиков стой вот если бы кто-то не ломанулся так у нас была бы возможность не страдать такой херней вот это по-самурайски о батенька а как же это мы тогда с вами поговорим давай давай сука на заблокировал же только не умирай слушай только не умирай ну вот и умерла не переживайте еще полминуты спасибо господин ну или у меня подло я смотрю моя школа сработало кто-то у вас плохо совсем со стрелами конечно ребятки совсем беда хотя бы 4 ну с получилось металлом и еще хуже а что получилось то почти умереть да это вообще идеально умеешь но чуть не погибла бросившись в бой разве вам незнаком гнев главное оружие сама из-за тебя сам рай убили утра первого обладания можешь потерять все но он представил что вы его могли бы убить над этим мне нужно работать учиться владеть собой продолжай сражаться нам нужны такие люди но запомни урок хорошо господин жаль что он такой аутист все таки и не может ни одному человеку сказать давай помоги мне просто бегай со мной помогай мне и это интроверт он настолько на всю голову ваша легенда крепнет легенда крепнет максимально за по здоровью лично как будто два раза помылся да давай-ка бомбу ля пачку если намазать теплым сверток с черным порохом он приклеится к любому в кого попадет не спастись если намазать монголу жопу черным порохом бада бум будет обеспечены гарантированный просто а что очко не дали до дали только вот эту вот штуку или дали очко но можно потратить только 100 а в металл закрытие от глаз это звучит закрытие от 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 сглаз враги перестают преследовать вас на 40 процентов быстро то нет если замечали меньше она чтобы замечали меньше бомба липучка две штуки стрела металла нет да а где можно посмотреть сколько у меня всего если я допустим захочу проапгрейд ту штуку посмотреть столько же сколько и было блин сука твою мать где лагерь просто где лагерь а вот лагерь тут золото дадут и блин я там наверное это тот лагерь где уже металл то собрал от зараза подаль похороненная честь продолжить историю за история здесь о пачке спутанный перед перехресток вот куда нам надо восемь железа вот что мы сделаем а я не думал что так вот может повести а куда да неужели мы сможем добыть столько железа тербы с ним делал бы уже и стали а хотя мы не надо же пропорции соблюдать на согласен это самурайский меч они писем какой-то кривой пропорции важны нет то все таки тот лагерь противоморства супер таксов по гиму то ваш третий лучший воин шейку кажется мордочку босс файл а не 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 так было я тебе говорю не так оно было за хитрый удар которая не смог вернуться хрен узнает хорошенько а вот одну минуточку все ребят ваша общая очко теперь самурайская короче теперь повышение до самурайского очка отлично теперь мы можем прокачать наконец-то броню и все таки все дело было прокачки наши раньше эти фортпоста это был просто адский кошмарный ужас жопный трындец передать не могу насколько это было тяжко монгольский арт-объект лошадь монголов монгольские воины часто облачают своих лошадей в доспехе они предпочитают породы относительно небольшие но при этом выносливые и способные вынести даже самые тяжелые условия почти у каждого монгольского воина есть как минимум две лошади и он ездит на них по очереди чтобы животное не переутомлялась вот а конина не едят мне бы еще немножечко стенд со стрелами и железо пожалуйста не помещательно первое есть а второе а чё их так мало здесь было она потому что это небольшой лагерь лагерек железо такие есть далее 8 за победу и еще вот может быть на танта хватит а он-то танта снега набрали а банчик опять-таки жарится чин чинарем у них здесь все было стены все отлично и тут на тебе пришел нехороший человек угольной шляпе и началось а может на каждой вышке есть стрелы а может и не на каждой не ну все теперь это говядина от меня не отделается сделает меч по-любому стоп а что было угловаря надо еще пойти посмотреть и не помню взял что-то него или не взял а давай по самурайски как-то быстренько а чё сюда люди не возвращаются почему чем прикол почему следа где нас циркает ворону жиркает где я не могу въехать они же обычно возвращались как только мы всех зачистим не все собрал а а тут на тебе или тут все монголы настолько засрали что люди подумали да пошло надо нахрен это надо вообще не будем никуда возвращаться стоп в смысле блин пробил ваш час то это он орал своему что не хочет ты ведешься на это говно она решимость восполняет неплохо так ноги залило легендой чуток из этих парней которых убил в противоборстве никогда ничего не упадает это я считаю подлая херня завершено замечательно тут мы еще полазим обязательно но сперва наконец-то долбаный оружейник сделает мне еще один апгрейд меча буду рад заточить вам меч господина работы а чим ним меч давай острее не бывает ты ты врешь но я же вижу что вот острее упрощение но этого не хватит для да я знаю но тут уже минор ненько золото уже 2 стали уже 20 металл 65 я не знаю когда мы на это накопим конечно не знаю а ни хера себе 70 куда-то сюда 70 а сталь понятно до встречи нехороший ты человек в общем я понял ваш меч наша защита ваш меч наш меч ваш меч наш ваш меч наш вач знаешь что посмотрим а может быть как-то изменилась награда можно ничего другой дадут ну и вообще посмотрим что там по луку можно придумать апгрейд лука и 1 и 2 я не вора любопытно ну в принципе там бы нет для тех кто не желает показывать лица 15 полотно над железо отлично бомбулей 15 100 припасов я хотела ее спасти густо насыпали силы дир думаете монголы тут осталось она просила дер хватит всю цусиму а где-то тут у нас был или не тут мастер лука был вот увидишь вот увидишь вот увидишь вот увидишь я не верится что монголы так быстро нас завоевали позвольте осмотреть ваш лук давай короткий начнем с короткого да это пожалуй да потому что это очень даже до скорость натяжение урон скорость перезарядки стойкость обратно такие жаль что они здесь не пишут все таки смертоносные мощный у вас нет нужных материалов смертоносные прощения ладно снега нет нет снега блин ты посмотри посмотри просто расстояние четко увеличивается приближение я ни разу не приближал но приблизиться к чему не хоть к чему-то приблизиться да конечно конечно повергнет я думаю я думаю заняться вот этим вот участком но сперва немножечко погонять здесь вот это вот забрать вот это вот это вот это и зачистит лагерь я думаю сейчас с этой прокачка это будет вообще не настолько жестко насколько было ранее потому что ранее на вот этом уровне сложности это был пипец а теперь я вот настолько все изменилось что я даже задаюсь вопросом порой а это вообще тот уровень сложности на котором я изначально играл или нет вот настолько она изменилась если тебе понравилось некуда поставь лайк напиши что-то интересное в комментариях понятное дело что сегодня кто-то явно уже написал привет как дела просто чисто поражать а вот что-то интересное что-то осмысленное пусть бог пошли за это конечно же респект и жизнь большое спасибо всем за компанию и отдельный респект консору канала и баба и она она она